Привет, я Катя, и в этом видео я покажу свою небольшую закупку в магазине FixPrice. Вот такой у меня здесь есть небольшой пакет, но там много всего интересненького. Сразу скажу, что этот пакет у меня стоит уже пару дней, поэтому не все вещи дожили до показа, до съемок этого видео. Кое-что было съедено, но ничего страшного, я упаковки сохранила, и зато могу вам сказать, стоит это брать или не стоит. Это, конечно же, речь идет о еде, но там еще есть и не только еда. Для начала хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписан на мой канал, это невероятно мотивирует, и, ребята, на полном серьезе, вы самые лучшие. Ну, а те, кто смотрит мои ролики и при этом до сих пор не подписались на канал, я очень прошу это сделать, потому что такой маленький шажок для вас значит очень много для блогера. Спасибо вам всем заранее, вас всех люблю, и начинаем уже смотреть, что же я приобрела в FixPrice. А первое, здесь как раз лежит пустая упаковочка, это были чипсы московский картофель, лисички в сливочном соусе. Насколько я помню, я не встречала вот именно такого вкуса где-то в магазине. Стоили они просто копейки, кстати, где мой чек? Сейчас найду чек и вернусь. Вот эти чипсы стоили 18 рублей 30 копеек, я же говорю копейки, и довольно неплохие. Единственное, что мне показалось, что они очень соленые были, но в целом неплохо. Очень, кстати, отчетливый вкус реально грибов. Уж не знаю, лисички, не лисички, но грибы четко вообще ощущаются, такие чипсики. Ну, московские картофель, в принципе, чипсы вкусные. Я думаю, многие их пробовали, поэтому лайкосик. Следующие. Давайте вам по пустым баночкам пройдемся. Вот еще одна у меня пустая баночка, это арахис в глазури. И обычно я беру в кокосовой глазури, и это арахис просто шедевральный. Брала с фасаби, есть можно, но не шедевр. Это терияки. И знаете, вот честное слово, я вот взяла их раз, попробовала, и больше их покупать не буду. Стоили они 27,50. Здесь, знаете, вкус такой, на любителя, наверное, может быть, кому-то и понравится. Как обычно, я купила салфетки Плюш, потому что, повторяюсь, из ролика в ролик, когда я покупаю эти салфетки, я повторяю, что они офигенные. Мне нравится их коробка. Вот очередная коробка, такой дизайн, такое оформление. И это очередное новое какое-то пятно у меня на кухне, которое будет привлекать внимание. И при этом хорошие салфетки, качественные. Здесь 180 штук. Стоило 55 рублей. А я еще и по красоте прошла. Слушайте, вы представляете, я взяла маску для окрашенных волос, органово-закрепляющий цвет, и забыла ей воспользоваться. Я вот хотела вчера как раз ей воспользоваться, и забыла, что я ее купила. Вообще шикарно просто. Эта маска стоила, сейчас скажу, 55 рублей. Всего лишь 55 рублей. Вот так она выглядит. Здесь, наверное, 100 миллилитров. Вообще я не люблю эту фитокосметику. Я как-то покупала какое-то то ли масло для волос, то ли что-то такое. Это же в баночке было. Не помню, что это было. Ну, тоже что-то типа маски. Мне вообще не зашло. Вот что с ним, что без него по нулям. Ну, вот решила попробовать вот такое еще ведерочко. Давайте, кстати, понюхаем хоть как оно пахнет. Ну, да, ничего, так пахнет приятно. Как, знаете, крем для рук с органой, например. Если вы брали когда-нибудь. Вот примерно так она и пахнет. Ничего, особенно такой легкий косметический аромат, приятный. А еще я, знаете, что заметила на полочках? Морская капуста. 9 хрустящих листочков. Обжаренная в кунжутном масле. Я вообще обожаю вот такую капусту. Да, она, конечно, калорийная. Но здесь ее так мало, что, в принципе, ну, калории вы получите немного. Всего-то здесь 9 хрустящих листочков. По факту это, ну, чипсы из морской капусты. И стоили они тоже вообще дешево. 27,50. Обычно я вот такие упаковки рублей за 50-60 покупаю. Иногда, очень редко, но иногда покупаю. А здесь такая низкая цена. Я даже не знаю, что там. Ни разу не видела и не пробовала. Давайте распакуем вместе. Я попробую прям при вас. Так, ну, смотрите, пока ничего необычного. Все как во всех. Вот такая вот баночка. Там внизу есть специальный вот этот пакетик с гранулами, который будет убирать влагу лишнюю отсюда. Ну, такие листочки. Тоже все как обычно. Пахнет тоже как обычно, как любая морская капуста вот в таком формате. Знаете, вот сейчас вообще не вижу смысла переплачивать. По вкусу точно такая же, как какая-нибудь другая такая же капуста подороже. Серьезно, вообще не вижу никакого смысла переплачивать. Если вы любите такие вещи, возьмите фикс-прайси. Вообще ни капли не отличается от капусты подороже. Вкусно. Ну, как обычно, взяла чай фикс-прайси. На этот раз взяла другой. Это Тесс. Он тоже зеленый. Это зеленый чай с клубникой и ароматом белого персика. Как-то давно я его брала. Мне он понравился. Такой у него нежный персиковый вкус на отдалении. И клубничка, насколько я помню, тоже такая неяркая. Ну, в общем, такой приятный, освежающий чай. Можно пить и в холодном виде, и в горячем. Ну, такой хорошенький чаек. И мне нравится цена фикс-прайси на вот такой чай, потому что в любых магазинах он будет стоить, ну, в любом случае дороже, чем фикс-прайси. А такой чай я купила за 55 рублей. Так, следующее, что я взяла, что я взяла уже кое-что к Новому году. Потому что очень много уже Нового года фикс-прайси. И мне кажется, в дальнейшем, наверное, будет еще больше. И я снимала даже видеополочек с Новым годом. Так что, кто не смотрел ссылочку, оставлю в описании к этому видео. И я там приобрела вот такие две ленты. Одна идет вот такая бежевая. Merry Christmas на ней написано. Я уже даже ее распаковала, чтобы посмотреть. Вот такая вот ленточка. Ну, приятный материал, хорошо сделано. Здесь она идет 2,5 см. У нее толщина 2,5 см. Длина ленты вот в этой упаковке 2,7 см. И взяла также еще вот такую красную. Здесь снежинки, леденец, елочка. И здесь написано Happy Christmas. Шикарно вообще. Мне очень нравится. Такие вот мелочи я уже начинаю приобретать постепенно. Не все сразу с копок, потому что я знаю, что в дальнейшем еще что-то более интересное появится. И, конечно, хочется купить самое милое, самое прикольное. Но вот такие расходники, которые уже появляются, которые я вижу, что они по доступной цене, я, конечно же, беру. И стоила каждая из этих упаковочек по 77 рублей. Я взяла еще один чипс 5G, тоже в маленькой упаковке. И я взяла вкус, который раньше не видела в экспрессе. Это икра красная. Но, скорее всего, она будет напоминать, наверное, что-то с крабом связанное. Сейчас сразу по цене я скажу. Стоили эти чипсы всего 13 рублей 70 копеек. Ну, вообще, я вот такие вот уже пробовала, по-моему, чипсы. Такие объемные подушечки. Мне они понравились. Но с красной икрой никогда. Они, кстати, идут пшеничные, а не картофельные. Ну, может быть, для кого-то это плюс, для кого-то минус. Слушайте, почему-то пахнет сыром. Вообще, никакого прям такого вкуса, я думала, будет крабом пахнуть или чем-то морским. Ничем почти не пахнет. Будто они сырные, действительно. Вот такие подушечки пухлые, объемные. Ну, смотрите, сами по себе чипсы вкусные. И чем-то они похожи на отдаление на чипсы русская картошка. Но единственное, что эти более такие плотные, и их нужно прям погрызть. То есть, по вкусовым ощущениям, ну, это вкусно. Но если взять вот пачку не видеть, и вам дали чипсина, чтобы вы попробовали, и вас спросили, какой это вкус, вот меня бы спросили, какой это вкус, я бы не ответила. Просто нет никакого вкуса. Просто вкусная чипсина, не поймите, с каким вкусом. Вот так могу описать. Никакой здесь красной икры не ощущается. Ни в запахе, ни во вкусе. И очень уже хочется запить. И знаете, что я нашла в фикс прайсе? Я нашла адреналин раш без сахара. Зеро, видите? Зеро сахара. И это прям очень даже интересно. Я не очень люблю энергетики, сразу скажу. Но попробовать мне стало интересно, как это энергетик без сахара. Стоил он, сейчас сразу вам по цене скажу, опять же. 77 рублей. Ну, слушайте, нормальная, кстати, цена. 77 рублей за банку в 0,33 литра. Ну, пахнет прям уже таким стандартным запахом для энергетика. Но он белый. Надо, наверное, стакан было принести. Сейчас за стакан схожу. Итак, стакан. Энергетик наливаем. Вот так немножко себе нальем. Вот видите, он такой прям догомутная жидкость просто. Но вообще неплохо. Это не прицарно-сладко, видимо, из-за того, что у меня нет сахара. Но все-таки это сладко. И ощущается все равно вкус энергетика. Горечно после вкуса и есть. А еще я взяла вот такие конфеты от Эко Ботаника. Они что-то похожи на мармелад. И вкус это имбирь и лимон. Помню, когда-то давно-давно их покупала. То есть это ни разу не новинка. Эта упаковка стоила 55 рублей. И когда-то я их брала, мне реально они понравились. Да, они, насколько я помню, они, да, действительно, вот они. В индивидуальной упаковочке. Вот такая вот конфетка. Ну, такие обычные желейные конфеты, которые по вкусу напоминают какие-то таблетки от кашля. Ну, в целом неплохо. Мне вообще нравится этот вкус, но больше мне нравится, по-моему, у них есть зеленый чай. Такие конфеты. В этот раз не было в фикс-прайсе зеленым чаем, поэтому взяла вот эти. Это были все мои покупки на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Всем хорошего настроения. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok